И снова мы возвращаемся к шоппингу дяди Фила, который решил прикупить Activision Blizzard. Microsoft все же может получить одобрение по сделке с Activision Blizzard от управления по конкуренции рынком Великобритании, CMA. Но только в случае дробления ActivLiz на части. Британский регулятор все еще не уверен, что слияние не навредит конкурентам и может привести к более высоким ценам, меньшему выбору или меньшему количеству инноваций для британских игроков. Поэтому считает, что частичная продажа Activision будет правильным решением. Решение CMA может означать или продажу части Activision, отвечающую за Call of Duty, или же продажу Activision отдельно от Blizzard. Аналитики WebBash Security с Ник Маккей и Майкл Патчер считают такое предложение со стороны британского регулятора сигналом того, что сделка вскоре будет одобрена. Якобы в Великобритании кончаются юридические рычаги давления на компании, поэтому она и предлагает компромиссы. Еврокомиссия также считает, что сделка на 69 миллиардов будет нести угрозу для простых игроков и европейских компаний. Всем нам хорошо известный Том Хендерсон сообщил, что Activision планировала премиальное DLC для Call of Duty Modern Warfare 2, но со временем планы изменились. Пока нет подробностей о контенте, хотя шутер будет сильно связан с серией Modern Warfare и получит несколько карт-ремастеров для сетевого режима. Игроки, связанные с серией Modern Warfare, предлагают, что игра может называться Modern Warfare 3, но Insider Gaming на данный момент не смогла проверить производственное название, так как оно еще не определено. Хендерсон ссылался на сообщение Джейсона Шрайера, который в прошлом году упоминал, что за проект в основном отвечает Sledgehammer Games. Но ожидается, что предстоящая часть станет результатом сотрудничества между всеми разработчиками Call of Duty компании Activision. На Insider Games опубликованы конкретные даты раннего доступа к компании, запуска бета-версии и даты релиза. Единственное, чего не знает Том Хендерсон, это когда будет представлено Call of Duty 2023. Релиз состоится на консолях двух поколений. Ключевые даты для Call of Duty 2023. Первый бета-weekend для PS5 и PS4 с 6 по 10 октября 2023 года. Второй бета-weekend для всех платформ с 12 по 16 октября 2023 года. Компания раннего доступа для PS5 и PS4 2 ноября. Полный релиз 10 ноября 2023 года. Другой инсайдер, Джейсон Шрайер, отреагировал на сообщение, признав, что хотя Activision изначально планировала выпустить больше контента для Call of Duty Modern Warfare 2, в какой-то момент было решено, что это будет полноценный релиз. Hogwarts Legacy наконец-то вышла в релиз и сразу же вляпалась в несколько скандалов. Из-за того, что игра создана по вселенной Гарри Поттера, которая в свою очередь создана Джоан Роулинг, известной среди так называемой прогрессивной общественности как ужасная трансфобка. Поэтому активисты объявили войну игре и всем, кто к ней причастен, от разработчиков до стримеров и даже простых игроков. Дошло до того, что особо просветленные пользователи начали негативно отзываться о покупателях и стримерах, посмевших поиграть в Hogwarts Legacy. Открыли специальный сайт, позволяющий проверить стримера на предмет проведения трансляции Hogwarts Legacy. Провинившихся начинали травить. Что-то мне это напоминает. Однако вскоре данный сайт был закрыт. Идею подобного ресурса раскритиковали. Получилось так, что этот инструмент помогал людям преследовать стримеров. Предполагается, что администрация Twitch обратила внимание на инциденты с травлей стримеров Hogwarts Legacy. Обратилась к ответственным за создание сайта и объяснила их перспективы пойти в суд, если сайт продолжит функционировать. Кроме того, оказалось, что некоторые активисты начали преследовать тех, кого интересует Hogwarts Legacy. В социальных сетях создают посты-ловушки, в которых немного рассказывают о впечатлениях от Hogwarts Legacy, а затем подсовывают спойлеры или же оставляют негативные оценки. Некоторые высматривают тех, кто заинтересован в Hogwarts Legacy и пытаются выйти на контакт, чтобы через личные сообщения доставлять спойлеры. Да, у кого-то, очевидно, окончательно снесло крышу. Впрочем, есть неприятные детали, не связанные с меньшинствами. Например, игрок Nutella Orgis обратил внимание на неожиданную проблему в Hogwarts Legacy. Как оказалось, на глобусе карта не соответствует времени, в котором происходят события игры. Он отметил, что действия Hogwarts Legacy разворачиваются в 1890-м, а остров Принц Чарльз открыли лишь в 1948-м году. Некоторые фанаты попытались оправдать создателей Hogwarts Legacy лором. Якобы волшебники знают об острове, обычной люди пока нет. Но другой игрок, Royal Scots Beige, подметил и другие неточности. Например, у Канады есть территории Newfoundland и Labrador, которые в реальности присоединили после Второй мировой войны. Ну что ж, о скандалах и грешках проекта мы поговорили, и самое время перейти к хорошим новостям, которые нам принесла белая сова из школы чародейства и волшебства. Hogwarts Legacy выпустили без полной русской локализации, в наличии лишь субтитры. Некоторым игрокам хотелось бы получить еще и озвучку. И вот, команда Games Voice не против выпустить полную русскую локализацию Hogwarts Legacy. Открыли сбор средств. В объявлении отметили, что работа над Hogwarts Legacy предстоит масштабная. Объемы у игры колоссальные, общая продолжительность всех реплик превышает 33 часа. Также обратили внимание на то, что данный проект может стать переломным моментом в истории неофициальных локализаций крупных игр. Цитата, говоря откровенно, сейчас, прямо в эти дни, часы и минуты, определяется судьба неофициального дубляжа игр в России. И определяете ее именно вы. Если наш сбор средств на Hogwarts Legacy не увенчается успехом, то, скорее всего, мы окончательно откажемся от народного финансирования крупных проектов, сосредоточившись на спонсорских заказах небольших игр. Ну что тут скажешь, мы верим, ребята, мы в вас верим. Есть еще одна потрясающая новость. Modder PrayDog опубликовал в сети 10-минутный отрывок игрового процесса, в котором показал исследование Хогвартса от первого лица. В целом все выглядит достойно, но некоторый дискомфорт вызывает дрожащее изображение. Ответственный за проект Modder входит в сообщество Flat2VR, занимающиеся добавлением VR-режима в игры, которые не поддерживают его изначально. В прошлом команда трудилась над Final Fantasy XIV и Scorn для виртуальной реальности. У модификации пока нет даты выхода, но по заверениям Modder она скоро будет готова. Для игры понадобится шлем виртуальной реальности. Мод позволит играть от первого и от третьего лица. Есть и веселая новость. Игру делали 6 лет. Автор ютуб-канала Thrill Da Will решил собрать Хогвартс Лего Сидома, используя движок Unreal Engine. Поставленную задачу ему удалось выполнить за сутки. Очевидно, его версия сильно отличается от того, что сделала команда Avalanche. Магия в наличии. В какой-то момент персонаж бегал не с волшебной палочкой, а со смертоносным бананом. Полеты на метле выглядят достаточно своеобразно. Транспортное средство проходит сквозь модель. А модель Хагрида навевает воспоминания о классических играх про Гарри Поттера. Но в целом эксперимент можно назвать интересным. А вы, друзья, уже успели поиграть в Хогвартс Легаси, ну, скажем, на своем любимом Иксбоксе? Если да, то поделитесь вашими впечатлениями. Но если нет, то как я вас понимаю? Ведь владеть Иксбокс в 2023 году — это то еще удовольствие. Покупки в магазине не работают, а новые игры на физических носителях в местных магазинах появляются через несколько недель после релиза. Да и стоимость на некоторые новинки переваливает за 5000 рублей. Но, наконец-то, можете расслабиться, ведь мы знаем способ покупать игры и подписки дешевле, а именно в магазине Иксбокс Стор. Вот, к примеру, та же горячо обсуждаемая нами Хогвартс Легаси в магазине начинается от 3590 рублей. А со специальным промокодом DLC вы получите дополнительные 100 рублей скидки. Магазин надежный и работает уже довольно давно, с 2020 года, и имеет множество положительных отзывов на различных площадках. Чтобы сделать заказ на любую игру или подписку, просто напишите в личные сообщения сообщества ВКонтакте и не забудьте указать промокод. Ну что, уже чешутся руки поиграть в новинки? Так чего же вы ждете? Переходите по ссылке в описании и экономьте на играх и подписках вместе с Иксбокс Стор. В ходе трансляции Nintendo Direct был показан новый геймплейный трейлер The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. На кадрах показано, как Линк путешествует по Хайрулу при помощи различных транспортных средств и зверей, бьется с монстрами, а также демонстрирует новое оружие, магию и способности. Так, например, у главного героя появилось нечто вроде автомобиля, а враги стали гораздо разнообразнее. Игра выходит 12 мая эксклюзивно для Nintendo Switch. А еще Nintendo анонсировала и выпустила Metroid Prime Remaster. В игре можно рассчитывать на обновления знакомой истории, а представленный трейлер позволил взглянуть на несколько кадров с игровым процессом. Приключение выглядит гораздо лучше, а также стоит рассчитывать на обновленное управление. Напомним, оригинальный шутер вышел на GameCube в 2002 году. Metroid Prime Remaster уже доступна в eShop, а версия на физическом носителе появится 3 марта 2023 года. Кроме того, на Nintendo Direct назвали дату выхода Pikmin 4. Судя по представленному материалу, стоит рассчитывать на классический игровой процесс. Игроки будут собирать новых героев, которые помогут решать возникающие по ходу игры проблемы. В ролике показана армия разноцветных Pikmin'ов, а также использование питомца-помощника, похожего на собаку. Игра выходит 21 июля 2023 года. Студия Frictional Games находит время для работы не только над хоррором Amnesia de Bunker, но также над еще одной игрой в духе Сома. Якобы это тоже будет научно-фантастический ужасник, поднимающий серьезные философские вопросы. Мы по-прежнему очень заинтересованы в том, чтобы делать больше игр в духе Сома. Соучредитель Frictional Games Thomas Grip все еще очень много работает над более крупным проектом, поднимающий много философских вопросов, как это делала Сома. Рассказал творческий руководитель Фредерик Олсен. Как мы и предрекали в одном из предыдущих выпусков, Тим Рик выпустила текстовый русификатор для ремейка Dead Space. Предупреждает, что это тестовая сборка, то есть могут встречаться неточности или опечатки. Но, как заявляет, даже на ней можно пройти всю игру с кайфом. Ребята, большие молодцы. А теперь с нетерпением ждем озвучку от Mechanics VoiceOver. И, кстати, да, это означает, что в следующей серии нашего с вами прохождения Dead Space, которая состоится в следующее воскресенье на канале DLC Live, мы с вами, наконец, будем понимать все, что происходит на экране. Глава Manfish Роберт Багратуни пообщался с журналистами и рассказал об Atomic Heart. Так, прохождение основной сюжетной кампании Atomic Heart займет примерно 20-25 часов. Мир Atomic Heart большой и заполнен различными активностями, поэтому полное прохождение займет предположительно 35-40 часов. Точное время назвать трудновато. В Atomic Heart предложат три уровня сложности. Всего в игре будет 12 видов оружия, у каждого несколько типов апгрейдов и веток умений. Для улучшения потребуются ресурсы, которые предстоит собирать по локациям. Когда материалов будет достаточно, то можно воспользоваться крафт-машиной Нора. Утверждается, что искусственный интеллект удивит игроков нахальностью. В инвентаре не установлено ограничение на количество переносимых материалов для крафта. Будет перчатка Чарлес со встроенным искусственным интеллектом. Она станет компаньоном героя и будет делиться информацией о мире Atomic Heart, его сюжете и персонажах, а также предоставит различные функции, например, взлом роботов и извлечение компонентов из останков врагов. Разработчики Atomic Heart особое внимание уделили оптимизации, чтобы игра плавно работала не только на консолях нового поколения, но и на старых системах. Однако журналисты сообщили о том, что Atomic Heart пока не будет поддерживать трассировку лучей на PlayStation 5 и Xbox Series. Релиз игры запланирован на 21 февраля для ПК, Xbox и PlayStation. В Steam появилась страница Ebola Village. Игру позиционируют как классический хоррор на выживание из 90-х. Разработчики Ebola Village делают упор на атмосферу и погружение. Обещают головоломки в стиле 90-х, возможность полечиться русскими травами и проработанную среду русской деревни. В наличии управление ресурсами и инвентарем, систему повреждений и расчленения противника, разнообразное оружие и реалистичная физика врагов. В общем, если вам когда-нибудь снились кошмары у бабушки в гостях, то это один из них. Оказалось, что добыча тех самых хакеров, взломавших серверы Riot Games, о которых мы рассказывали в одном из прошлых выпусков, была больше, чем предполагалось изначально. Портал Esports Heaven подтвердил, что кроме исходных кодов League of Legends, Teamfight Tactics и античитерской программы Pac-Man, были украдены еще две программы. Они называются Demasi ExynCode 3, и, похоже, обе используются только в азиатских странах. Несмотря на такую большую добычу, хакеры, которые зарегистрировались в сети под именем Arcade 001, не могут продать ее за желаемую цену. После того, как Riot Games решила не платить выкуп в размере 10 миллионов долларов, она продается на черном рынке за минимальную цену в 1 миллион долларов. Но теперь эта сумма сократилась до 700 тысяч долларов. Предположительно, взлом был успешен благодаря текстовому сообщению, отправленному одному из сотрудников Riot Games. Хакеры не использовали вредоносное ПО или так называемый Icebreaker. Их целью был исходный код Vanguard, программы защиты от читеров для Valorant, которая использует RootKit, что затрудняет разработку читов, обходящих ее. Несмотря на кражу 72 гигабайт данных, цель не была достигнута. Эксперты говорят, что этому помешала относительно быстрая реакция подразделения безопасности Riot, которые справились с нападением за 36 часов. Предполагается, что это связано с файлами JSON, предназначенными для анализа потенциальных атак и составления отчета о них путем подключения к системе обнаружения вторжения, IDS. Напомним, хакеры утверждают, что получили доступ к конфиденциальным данным игроков, адреса электронной почты и так далее, а также к панели, позволяющей пользователям отправлять Riot Points, это премиальная валюта разработчика в играх. Интересно, что Riot Games заявила, что такие данные не были украдены. В своем последнем финансовом отчете перед инвесторами Remedy рассказала о ходе разработки хоррора Alan Wake 2, крупнейшим проектом финской студии с момента ее основания. Разработка Alan Wake 2 идет полным ходом, ее уже можно пройти от начала до конца, сказал генеральный директор Remedy Тера Вертала. Alan Wake – это уникальный бренд, представляющий для компании большую ценность, добавил он. Следующим шагом для Remedy, по словам Верталы, станет оптимизация и полировка проекта. Когда Alan Wake 2 станет доступна на ПК и консолях, пока неизвестно. Вертала также сказал, что Remedy пока не получила роялти с продаж ремастера Alan Wake, но ждет роста продаж с выходом Alan Wake 2. А вы ждете сиквел? Поделитесь ответом в комментариях. Для Minecraft повторно анонсировали археологию. О данной игровой механике говорили несколько лет назад, а затем отложили релиз. Ожидается, что археология появится в игре с обновлением 1.20. В блоге разработчики немного рассказали о механике. Планируют добавить новый блок подозрительный песок, а также появится инструмент-кисточка для работы с такими блоками. Из нового блока будет выпадать случайная добыча, а появляться такие блоки будут возле пустынных храмов. Среди добычи может оказаться глиняный черепок с фрагментом узора. Если собрать 4 черепка, то из них можно собрать горшок. Эти узоры будут, цитата, «рассказывать истории». Дату релиза обновления для Minecraft не уточнили. Ремейк Resident Evil 4 получил делюкс-издание. Среди бонусов упоминается некая карта сокровищ. Предполагалось, что эта бонусная карта поможет подсветить сокровища на карте, что облегчило бы поиск. Однако это DLC можно найти отдельно в Microsoft Store, и описание выглядит тревожно. Дело в том, что описание Treasure Map Expansion для ремейка Resident Evil 4 гласит, что в игре будут размещены дополнительные сокровища. Некоторые из них могут быть получены только с помощью активации дополнения. Пока не совсем ясно, идет ли речь о сокровищах с внутриигровой валютой, или авторы ремейка Resident Evil 4 предусмотрели иные бонусы. У Capcom уже была подобная практика монетизации одиночных игр, например, в Devil May Cry 5. Релиз ремейка Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года. Ну и под занавес, по традиции, наша рубрика «Цирк с конями», а нынче с пингвинами. На новой карте Overwatch 2, добавленной в последнем обновлении, есть пингвины. У некоторых игроков возникло желание в них пострелять. Опытным путем представители сообщества Overwatch 2 выяснили, что пингвины — пули непробиваемые. То есть их не получится убить. Тем не менее, желание пострелять по морским птицам это не отбило. Как оказалось, Blizzard была готова к такому повороту событий. Игрок в Overwatch 2 обратил внимание на то, что разработчики наказывают за стрельбу по пингвинам. Он показал, что у него отбирают часть заряда ультимативной способности за каждое попадание по пингвину. Мы, разумеется, осуждаем жестокое обращение с животными, но наказывать за стрельбу по виртуальным мультяшным бронированным пингвинам — это нечто. А на этом у нас все. И теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok